18 января в Крещенский Сочельник в Храме Рождества Христова была отслужена Божественная Литургия, после которой состоялся чин Великого Освящения Воды. В момент освящения происходит преображение материи, обыкновенная вода преображается и становится Великой Святыней. На греческом языке такая вода называется Агиасмой, а в России мы ее все знаем под названием Крещенская вода. После чтения Священного Писания начинается чин Великого Освящения Воды. Духовенство Храма выходит через царские врата. Настоятель Протеерей Александр выносит на престольный крест, начинается каждый день. Песня. В конце чинного освящения Отец Александр трижды погружает честной крест в воду. В этот момент при каждом погружении креста поется тропарь праздника Крещения Господня. В Айордане крещающийся Тебе Господи. Всех вас, дорогие братья и сестры, поздравляем с крещенским сочельником. Мы сегодня не заботимся о столах, а заботимся о великом событии, которое осветило весь сотворенный Богом мир. Этот праздник называется Богоявлением потому, что сам Бог явился нам, грешным, в образе Пресвятой Троицы. Еще этот праздник называется праздником Просвещения, потому что свет пришел в мир, свет Христов просвещает всех. И вот мы с вами знаем, что, войдя в реку Иордан, Иисус Христос, Второе лицо Святой Троицы, освещает естество. Вот глаз Отца Небесного возвестил, сей есть Сын мой возлюбленный, в нем мое благоволение, его слушайте. И Дух Святой в виде голубя, известствовавший словесе утверждение, то есть утвердил слова Отца Небесного, что это и есть тот самый Мессия, обещанный Богом, Спаситель всего мира, Господь наш Иисус Христос. Вот потому, дорогие, мы с вами и собрались сегодня в храмах Господних, для того, чтобы почтить сей день крещенского сочельника, для того, чтобы осветить воду. Напомню, что сегодня вода освящена таким же чином великого освящения воды, как она будет освящаться и в завтрашний день после Божественной Литургии. И она имеет одинаковые свойства сегодня и завтра освященной воды, а потом она называется агиасмой, Великой Святыней по-гречески, или нам всем понятно, крещенская вода освященная. Поэтому, дорогие, поздравляем вас уже с этим событием, правильно поступили те из вас, кто уже сегодня осветит водичку и завтра придет в храм Господень для молитвы в день праздника Богоявления. Мы сегодня не должны забывать о том, что каждый, получая эту благодать от Господа, святую воду, может прийти и воспользоваться ей, окропив свое жилище, окропив место своего проживания, свои кровати, детские кроватки. И вот для того, чтобы наша вера была живая, чтобы душа наша оживала и приближалась ко Господу, нам нужно, во-первых, правильно верить, а во-вторых, правильно жить. А правильно жить мы будем тогда, когда будем стремиться к добру, будем уклоняться от зла и творить благо, будем стараться как можно большему числу людей принести добрых дел и милосердной любви своей. Если кто-то нас обидел, мы должны простить. И причем, как говорят подвижники благочестия, должны так простить, чтобы обидчик знал, что мы его прощаем. Вот давайте жить по-христиански, сегодня окропившись святой водою. Давайте мы с вами поделимся этой радостью с теми, кто не смог прийти сегодня в храм для того, чтобы набрать этой святой воды, окропить свое жилище. Особенно принесите эту воду людям больным, страждущим, пожилым людям. Они будут очень рады, что вы из церкви занесете им маленькую баночку святой крещенской водички. Расскажите, мы сегодня были в храме, вы не могли по немощи, но примите эту великую святыню, агиасму, как дар от Господа в преддверии светлого праздника крещения Господня. Еще раз, дорогие, желаем всем вам мира, здоровья, добра и крепкой веры, которая только она и поможет нам делать по-настоящему добрые дела во славу Господа нашего Иисуса Христа, которому со Отцем и Духом вечная и благая слава. Аминь. Спасибо.